и дом в колобасе еще помимо меня и жены он трахался с другими жена в курсе понятия не имеет откуда ты знаешь просто знаю она воспитывает детей он зарабатывает деньги типичная патти дюк это ужасно алекс и мне очень жаль но какое это имеет отношение ко мне у меня созрел план собираешься ей рассказать не совсем тогда что убьешь его я буду его шантажировать требовать деньги да деньги он богат работает в крупном рекламном агентстве принадлежащим отцу его патти дюк сначала узнает она потом отец прощай роскошная жизнь здравствуйте элементы но ведь шантаж это преступление я ведь никого попала собираю шантажировать этот парень отымел меня ты серьезно брось потом он хорошо зарабатывает он за год заработает то что отдаст нам нам это нам знаешь я подозревала что ты не просто так меня сюда позвала шели ты единственная кому я могу доверять неприятно это слышать алекс но я тебе не доверяю шели если честно я не удивлена что тебе некому позвонить кроме меня в этом есть некая ирония что ты выбрала для звонка именно меня после того как переспала с моим парнем неужели ты все еще на меня злишься вы даже не были женаты знаешь алекс я приехала сюда в надежде что-то наконец-то готова просить прощения хорошо запамятовала его имя его зовут кевин кевин ясно прости что переспала с кевином кстати я оказала тебе услугу невелика потеря это самое идиотское извинение что я слышала это не просто извинения шели я знаю что вы с дочерью живете в шанти-таун что думаешь я не в курсе как живет моя лучшая подруга бывшая подруга и его уже не называют шанти-таун шели этот район называется шанти-таун так мы называли его когда были детьми и так он называется по сей день тот факт что ты живешь там ничего не меняет мы не жалуемся возможно у нас нет домика как у тебя но мы справляемся неужели тебе этого достаточно я ведь не прошу тебя ограбить банк нет но от тебя можно всего ожидать думаю за шантаж дают такой же срок как и за ограбление и похищение не забывай что нам придется кое-кого похитить похитить чтобы он не вздумал заявить в полицию и не выкинул какой-нибудь фокус лиам в этом деле мастер хип ты не мог бы надеть рубашку ты ведь помнишь моего брата это шели школа балл вы трахались нет но спасибо что спросил жаль так это и есть приманка приманка не зови ее так а как еще мне ее называть зови ее шели можешь называть меня обиженной на ты сваливший и после того как я выйду в эту дверь алекс больше никогда не звони мне 2 миллиона долларов столько числится на его счету я знаю где он обычно бывает тебя требуется прийти туда и пофлиртовать с ним только и всего откуда ты знаю что в его вкусе потому что ты наденешь вот это он питает слабость платьем в горох не спрашивай почему может у него фетиш минимаус не знаю но он непременно обратит на тебя внимание а потом заведешь с ним разговор о чем неважно телевидение спорт кино секс потом пригласишь к себе в машину где его будет ждать кип с доставка китайской еды наконец-то прошу прощения что так долгое смысл делать заказ заранее если потом приходится ждать еще 20 долбанных минут это приманка шелли это джейн джейн это шелли и привет очень приятно извини руки липкие испачкалась соем в соусе и утиной подливки джейн одна из тех кого трахал лайм я пошла к ней на работу чтобы закатить ей скандал в итоге мы подружились женская солидарность есть хочешь я не голодна спасибо видимо ты хорошая подруга раз согласилась алекс говорила вы дружите со школы она еще не согласилась дело не в этом просто это все чересчур ничего ничего я тоже сначала отказалась но этот парень социопат страдающий нарциссизмом и манипулирующий людьми а я всяких повидала вот если он настолько плох зачем было встречаться с ним разве по ее виду непонятно ужасный вкус будь у меня ужасный вкус я бы переспала с тобой существует два типа парней шели первые выглядят как кретины а в итоге оказываются нормальными парнями и выглядят вполне прилично а на самом же деле типичные козлы лям разумеется относится к последним а сколько я получу делим на четверых миллиона каждому неплохо за один день работа ладно я согласна желез спасибо тебе огромное спасибо это не значит что мы снова друзья и я по-прежнему считаю тебя лживой стервой вот скажешь вот и не пожалеешь надеюсь черт они забыли положить лапшу кик давай перейдем к делу раз все в сборе о да погодите что вы делаете нам нужно знать как долго ли он будет в отключке чтобы успеть перевести его из пункта а в пункт б необходимо вычислить точную дозу хлороформа сколько было в прошлый раз 12 минут ясно этого недостаточно итак наша цель 20 минут не хватало еще чтобы он очнулся в дороге черта там уже тройная доза доконать меня решила дозировка нам тоже ни к чему это радует готов да только проследи чтобы я опять не тряснулся башкой идет до встречи ловушка зимняя стужа наводит тоску если дать пора добавить вашу жизнь немного огня и посетить нашу стрелу купидона лучший во всей южной калифорнии магазин способны воплотить ваши сексуальные фантазии все от кружевного белья до игрушек наш ассортимент гарантированно растопит сердце вашей половинки чего же ты ждешь милый скорее иди к нам ну как супер я почти испытал оргазм мило ли он очень мило зайди ко мне нужно еще кое-что обсудить будто шекспира читаешь кто пишет эти тексты ты я помогаю в колледже посещал лекции по креативному письму так что тебе не нравится это твой стиль послушай дэйв не оставишь нас на минутку спасибо лучший черт все в порядке да ты порезался бумагой малыш когда-нибудь видела испорченные кровью костюм от валентина нужно быть осторожнее осторожнее осторожность не для меня вот как да когда-нибудь видел испорченный кровью шелк и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, милая. Да, прости, задержался. Решил позвонить тебе, пока еще не совсем поздно. Проговоры прошли хорошо. Да, Хелл хочет, чтобы я сводил мистера Намото и его коллег в ресторан. Так что я вернусь за полночь. Ты же знаешь этих азиатов из стрип-клуба. Да, и прости, извини. Нет, нет. Нет. Хотя, знаешь... Не жди меня. Люблю тебя. Пока. И тут я увидел парнишку. На вид, не больше 13 лет. И вот я вижу, как его затаптывает... ...целое стадо разъяренных быков. Было невозможно определить, жив ли он или мертв. И тогда я поворачиваюсь... ...и бегу. Хватаю его. И отношу в безопасное место. Невероятно. Амплона Испания. Просто потрясающая история. Согласен. Было дело. Что ж... Так-так... Что же ты наделала? Давай помогу. Спасибо. Так... Расскажи о себе. А то, что ж я болтаю безумолку. Ну, мне... ...не доводилось спасать детей от стада быков. Хотя... ...однажды... ...мне пришлось прогонять со двора енота. О-о-о... Не, правда. Хочешь, расскажу? Лучше скажи мне, почему красивая девушка сидит в баре совсем одна? Судя по всему, ты никого не ждешь. Почему ты так решил? Ты сидишь спиной к двери. И у тебя нет этого блуждающего взгляда? Возможно. Мне просто интересно говорить с тобой. Возможно. Или... Ты все же ждала кого-то. И этот кто-то уже здесь. Бармен, повторите. Да, пожалуйста. Кстати, должен сказать... Обожаю, когда на девушке платье в горох. Сейчас их редко кто носит. Значит, я не ошиблась с выбором. Похоже, что так. Такое чувство... Будто тебя прислали сюда. Кто же... Мой... Мой... Ангел... Хранитель... Хранитель... Хорошо. О, черт, стой, стой. Поедем на моей машине. Нет, нет, ты слишком много выпил. Я поведу. То же самое я могу сказать и про тебя. Не волнуйся. В школу ты не опоздаешь. Идем. Какого... Вот дерьмо. Я всегда езжу на одной скорости. И это скорость пятая. Надеюсь, ты не против. Знаешь, я кое-что забыла в машине. Придется вернуться. Где-то припарковалась. Здесь недалеко. Хочешь пойти со мной? Я тебя подвезу. Так вот. О чем я? Сюрприз, козлина. Черт, черт. Давай, вырубайся. Вырубайся. Эй-эй. Спать, спать, спать. Вот так. Не каждый день такое увидишь. С Новым Годом. Черт. До сих пор не верится, что все получилось. Я уж подумал, что план накрылся. Тебя кто-нибудь видел? Черт. Нет. И слава богу. Правда, мы были рядом с баром. Там волнуло народу. Пришлось бросить машину у черного хода. Все пошло не по плану. Надеюсь, там не осталось твоих отпечатков. Я разве похож на любителя? Давай сюда бокал. Я не пью. Ты же стриптизерша. И что с тобой? Разве можно этим заниматься на трезвяк? Некоторые девушки пьют. Но не ты. Ладно. Нам больше достанется. У тебя еще вся ночь впереди. Это шампанское, а не виски, мама. Ты отлично справилась, Шелли. Было сложно, как ты и думала? Нет. Он стал клеиться ко мне, как и говорила Алекс. Это главная проблема Лиама. Он такой предсказуемый, блин. Но он хотя бы вел себя прилично? Да. Истинный джентльмен. Не понимаю, что вы нашли в этом чуваке, а? Это дар, Кип. Не завидуй, коли у тебя его нет. Вот только не надо. У меня есть свой дар. Лиан никогда бы такого не ляпнул. Ну, так и трахайся с Лианом. Уже. Пора начинать. Наконец-то. Это ведь ты переборщил с хлороформом. Да он накачался. Я-то был трезв, когда ты на мне тренировалась. Возможно, алкоголь усиливает эффект. Я не в курсе. Вот шампанское. Удачайся. Вы готовы? Да. Шелли. Ты будешь кроликом. Потому что ты милая и застенчивая, как маленький кролик. Вообще-то я должна была быть кроликом. Ты? Нет. Ха. Ты будешь лягушкой. Урод. Не волнуйся. Худшее уже позади. Ну что, все готовы? Ква-ква. Привет, пупсик. Прости за этот спектакль. Это обычный гараж. Хотя, учитывая твое положение, он смахивает на камеру пыток. Как там обычно говорят? Они казались чудесной парой. Такая счастливая семья. Но как в случае с каждой семьей, которая напоминает картинку с рекламы. И ты знаешь это лучше, чем кто-либо. Ты ведь у нас сердцеед. И это вполне объяснимо. Мне еще нужно над собой поработать. Плюс впечатляющее резюме. Вице-президент компании Мастерс и Хиггинс. Растущая рекламная компания. Завидная карьера. Хотя, полагаю, без твоего тестя она бы никогда не состоялась. Особенно, если бы ему в руки попали фотографии вроде этих. Вот как мы поступим, Лиам. Завтра утром в 7.00 я дам тебе две вещи. Сотовый телефон и номер банковского счета. Ты позвонишь в свой банк и переведешь все свои сбережения до копейки на этот счет. Если же что-то пойдет не по плану, твоя жена, соседи, друзья, дети узнают, кто ты на самом деле. Но мы ведь не хотим этого, правда ли, Лиам? Сними скотч. А, черт. Кто вы такие? Сборщики долгов. Ты просрочил платеж. Буду с вами откровенен, вы попусту тратите время. Все мои деньги хранятся в акциях. Потребуется не одна неделя, чтобы превратить их в деньги. Тогда придется поспешить. Поскольку два дня тому назад на твоем банковском счету числилась вот эта сумма. Не пытайся нас обхитрить, Лиам. Ты сидишь привязанный к стулу. Черт знает где. Мы порылись в твоем мусоре, в твоей машине и в твоем доме. Мы знаем, кто ты такой. Вы были в моем доме? Не волнуйся. Твоей жены и детей дома не было. Послушайте. Если хотите, мы можем проехаться до моего банка и снять приличную сумму. Лиам, ты не слушаешь. Ты видишь здесь юристов? Это не деловые переговоры, друг мой. Ладно. Ладно. Заклейте ему рот. Стойте. Погодите, погодите. Знаете что? Покажите эти фото моей жене. Правде сказать, вы окажете мне услугу. Избавите меня от необходимости ей все объяснять. Я уже давно мечтаю о разводе. Так что... Валяй. И пошли вы нахер. Ты, ты и ты. Идите нахрен. Не для того я вколол, как прокляты эти восемь лет, чтобы отдать все свои деньги бандит и генератов, да еще и в идиотских масках. Отлично, Лиам. Давай, покажи, как ты умеешь злиться. Как я тебя понимаю? Восемь лет долгий срок. Почти столько же я проработал дезинфектором, пока меня не уволили. Знаешь, авиадихлофоса прикольная штука. Он... Он содержит один активный ингредиент. Перитрин. Его получают из хризантем. Можешь в это поверить? Цветы, Лиам. Цветы. Цветы. Когда перитрин попадает в тело таракана, через кутикулу, это вроде нашей кожи, он мгновенно парализует нервную систему таракана и все жизненно важные функции. И таракан погибает. Еще я слышал. На вкус он то еще дерьмо. Держи его, держи. Подержи его. Видишь ли, практически вся бытовая химия содержит также ингредиент, вызывающий у животных и людей при проглатывании рвоту. Рвота наступает через одну минуту, а значит, у тебя примерно 20 секунд, чтобы решить, получишь ты полную дозу или нет. Рвотным носом будет некуда выйти, и ты задохнешься из-за собственной жадности. Ты меня слышишь, Лиам? Слышишь? Да? Мне вытащить, Кляп? Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Это пожалуйста. О, боже. Ну хватит, Лиам. У нас еще вся ночь впереди. Можно мне воды, пожалуйста? Эй! Спасибо. Заклеим, урод! Черт, это было круто! Ты совсем рехнулся? Что? А по-моему, я здорово его припугнул. Припугнул? Да ты его чуть не прикончил. Но я смог все ему втолковать, разве нет? Ладно, поднимите руку те, кто считает, что я сумел донести до него суть дела. Ты же видел, как он вел себя. Все эти баллы, рассказывай жене. Кип, твоя задача была говорить с ним, а не пытать. Допустим. И что бы вы делали, не будь там меня. Теперь он, по крайней мере, знает, что если не заплатят, мы будем его пытать. Именно поэтому ты обратилась ко мне. Нравится тебе или нет, но я принимаю решение, которое вы трое не в состоянии принять. Что ты хочешь этим сказать? Что вы все испытываете к нему определенные чувства, а я нет. Я могу причинять ему боль. Кто сказал, что мы к нему что-то испытываем? Вы женщины. Женщины? Да, и это факт. Женщины принимают решения на эмоциях. Чушь собачья. Ладно, может это и не касается потасканных стриптизерш из Австралии, или откуда ты там... Оттасканных? Я из Англии. Большое спасибо. Неважно, это дело не меняет. Большинство женщин реагирует именно так. Это факт. Ты понятия не имеешь, на что я способна. Я уже боюсь, если бы с ним что-то случилось, Кип. Но ведь не случилось. Ты не забыла, что я был дезинсектором, а? Не забыла. Вот именно. Черт. А теперь давайте займемся чем-нибудь более полезным. Вместо того, чтобы сидеть тут и спорить. Например, устроим овацию нашей героини Шелли, которая отлично справилась со своей ролью. Не проявив я на смекалку, все отправилось бы коту под хвост. Я открыла счет в баре. Что? Чего? Ты брала выпивку в кредит? У меня не было налички. Почему ты не сказала мне? Я бы дала тебе денег. Не знаю, сколько всего сразу навалилось, и у меня просто вылетело из головы. Охренеть! И что теперь делать? Простите. Ты отдаешь себе отчет, что теперь у них все твои данные? Нет. Если мы попадем туда первыми. Поехали. Ты поедешь туда? Да. Но мы же... Нельзя возвращаться на место преступления. Правило номер один. Расслабься. До тех пор, пока никто ничего не знает, это не место преступления. Если успеем до закрытия, заплатим наличными. Счет закроют. Если они его еще не закрыли. Уже половина первого, так что поспешите. Шелли, вставай, поехали. Аликс. Аликс. Что? Ты злишься на меня? Со всеми бывает. Значит, ты не злишься. Я этого не говорила. Но ты не сказала я обратного. А ты на себя злишься? Немного. В таком случае, не важно, злюсь ли я. Я не злюсь на тебя, Шелли. Если честно, меня бесит кип. Надеюсь, я не ошиблась взять его в дело. Говоришь, травку? Я завязала. Да, помимо того, что я потасканная, бездарная стриптизерша, я еще и бывшая наркоманка, да? Ясно. Но это всего лишь травка. Именно с травки все и началось. Спасибо. Я не употребляю наркотики и алкоголь. Как хочешь. Тебе не кажется, что нам лучше оставаться трезвыми? Хотя бы пока они не вернутся. Тебе не так. но никогда не курил мед и как она это ни на что не похоже становишься таким уверенным в себе будто ты неуязвим и всеми любим на блокадах такого не увидишь это точно если верить им это сплошной кошмар можно тебя спросить это и была твоя американская мечта приехать в штаты и танцевать стриптиз да это мечта всех английских девушек что за идиотский вопрос такой извини а в англии я работала хореографом но у меня не было рабочей визы поэтому мне пришлось раздеваться под столом хотелось бы на это посмотреть я имею ввиду стриптиз они болят мы можем поговорить о чем-нибудь другом еще лучше ни о чем давай поговорим ни о чем мы ведь хочешь чтобы он страдал верно так ты залетела от него или что-то еще что-то еще здесь не ради денег скажем так это не основной мотив знаешь ведь алекс она даже собиралась за него замуж и каким же это образом видимо их отношения отличались от ваших видимо как думаешь это из-за твоего внешнего вида или рода занятий я не пытаюсь тебя обидеть просто хочу сказать что женщина вроде тебя не совсем во вкусе мистера роджерса парни вроде мистера роджерса тоже не совсем в моем вкусе понимаешь справедливо обожаю эту песню потанцуем не хочется мы идем это моя любимая песня вставай а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, я оставил у вас свою карту. Имя? Мое имя? Мне нужно знать ваше имя, чтобы найти карту. Мишель Коллинз. Погоди я. Ты ведь была здесь. Именно поэтому она и пришла закрыть счет. Платье в горох, правильно? Да. Видимо, у вас с тем парнем все сложилось. Ну, ты же переоделась. Смешно. Мишель Коллинз? Да. Да, это я. Портой. Наличными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему я танцую один? Не знаю, но тебе лучше остановиться. Покажи мне парочку своих движений. Ну давай, покажи, что ты умеешь. Я тебе заплачу? Нет, спасибо. Да я пошутил. Боже. Слушай, мне надоело. Я пойду на улицу, а ты продолжай танцевать. Стой, стой. Иди сюда. Не уходи. Отвали. Я тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, спасибо Боже мой, спасибо Спасибо, что остановились Вы даже не представляете, что мне сегодня пришлось пережить Меня похитили какие-то психи в масках, понимаете Привязали меня к стулу, а потом... Потом они стали меня пытать Я порезался, порезался, когда пытался освободиться Черт, я весь истекаю кровью Скажите, скажите Мы можем поехать в больницу, а? Потому что не знаю, как объяснить Видите ли, с моим заболеванием Господи, спасибо вам Черт, я запачкал вам сиденье кровью Простите У вас есть сотовый? Алекс? Алекс? Это я Господи, глазом своим не верю Ты как здесь оказалась? Хотя нет, не говори, это не важно Давно не виделись Я жутко рад тебя видеть Очень рад Посмотри, милая Что они со мной сделали? Посмотри, ты должна помочь мне Увези меня подальше отсюда Как можно дальше, ладно? Сначала нужно в больницу А потом позвонить копам Обязательно позвонить копам У тебя есть сотовый? Алекс? Нет, нет Не надо здесь останавливаться Не останавливайся здесь Потому что это тот самый дом Они здесь, именно здесь Они меня пытали Это тот самый О, нет Чтоб ты сдохла Какого хрена? Нет, нет Нет Эй, ну-ка вернись Стой, я сказал Хрен вам Хрен Не трогай меня Вы поможете мне, наконец-то? Черт Давай Пора немного размяться Помоги мне Бери его за руку Сажай его сюда Сидеть, Лям Рябки Тащи тряпки Во втором ящике Во втором Помоги мне, Лям Помоги мне, Лям Прошу вас Кровь не останавливается Ты ничего не хочешь мне сказать? Может объяснишь, в чем дело? Гэмо Я тебе не понимаю, дружище Говори громче Ну давай Что? Что еще? Иди сюда Да сними Ты снимай этот гребаный пиджак Чего? Кажется, я знаю, что он пытается сказать Ну, говори уже В машине он что-то сказал Насчет болезни Что еще за болезнь? Думаю, придется отвезти его в больницу Да говори уже Черт бы тебя побрал Кажется, у него гемофилия Чего? Гемофилия Вот, нашла Гемофилия – разновидность Передающегося по наследству Генетического заболевания Влияющего на способность тела Контролировать свертываемость крови Или коагуляцию Необходимую для остановки кровотечения Возникшего в результате повреждения Кровеносного сосуда Класс Мы не сможем остановить ему кровь Ты не знала, что у него гемофилия? Нет, не знала Когда люди любят друг друга Обычно они знают подобные вещи Это важно Ты так не считаешь? Нужно везти его в больницу Хрен аз-2 Мы не довезем его до больницы Он не станет ничего рассказывать Если мы спасем ему жизнь Как и большинство хромосомных болезней Сцепленных с полом Гемофилия чаще встречается У мужчин Нежели у женщин Дальше, дальше Ближе к делу Как нам остановить кровь? Нельзя всю ночь держать его в жгутах У него остановится циркуляция Бла-бла-бла-бла-бла-бла Так вот Чтобы остановить кровь При серьезной травме В случае невозможности Немедленного обращения к врачу Следует тщательно дезинфицировать рану И нанести Супер-клей? У вас есть супер-клей? У вас есть супер-клей? Видимо, вас ждут большие неприятности, если я умру Вам бы просто сказать спасибо То есть, я должен вас поблагодарить? Именно Через пару лет будешь лежать на каком-нибудь пляже И смеяться над этим случаем Над чем именно? Над тем, как я чуть не истек кровью Или как ты сунул мне в клодку кляп с ядом? Во-первых Ты должен быть благодарен только за то, что мы отреагировали так быстро, как только смогли А во-вторых, на мой взгляд, это совершенно безответственно Не иметь при себе никаких лекарств на подобный случай Лекарства дома Именно туда я и ехал Я не мог предвидеть, что меня похитят Что-то ты не слишком спешил домой Мне нужно в больницу Еще успеется А пока? Ну, конечно Супер-клей Если вдруг не заметили Я человек, а не долбанная фарфоровая кукла Ну ладно, ладно Угомонись Хватит уже ныть А где Алекс? Я хочу поговорить с ней Ты должен быть ее дружок, да? Эта дрянь все время водила меня за нос, верно? Готово Как новенький Раз уж я потерял половину крови Мне можно что-нибудь поесть? Ты же был слишком занят Дымил травкой, развлекался Теперь он знает, что я в этом участвую Ну перестань, сестренка, перестать? Можно с таким же успехом его отпустить, что? Уж нет Даже не обсуждается Мы его отпускаем Он знает про тебя Или мы уходим отсюда с двумя миллионами долларов И он по-прежнему в курсе Что ты в этом замешан Но в обоих случаях Он знает, что у нас есть эти фотографии Так что в полицию он не сунется Не факт Он сказал, что ему наплевать на брак Черт, а с два Еще как не наплевать А даже если и так Зарплату ему платит тесть Уверен На это ему точно не наплевать А мне всю оставшуюся жизнь Придется жить с оглядкой Он знает, где мы живем И где живешь ты У него есть деньги Связи Были деньги Мы можем уехать отсюда Махнем в Швейцарию Или Амстердам Или купим чертов Железнодорожный абонемент Не важно Деньги будут у нас Да дело не в этом, мать твое У него большие связи Наш план накрылся Вовсе нет Тебе помочь? Нет О да Вот и попалась Это что, замороженный блинчик? Я сижу здесь При смерти И все, что у тебя Нашлось для меня Это замороженный блинчик, да? Да И как я должен его есть? Брокколи Алекс Это ты? Послушай Прости меня Прости, что лгал тебе, но Я не первый мужчина на планете Которому не повезло в браке И не первый, кто искал утешения на стороне Это из-за других женщин? Так я едва их знал Меня с ними ничто не связывало В отличие от тебя Я... я клянусь Тебе обязательно быть в маске? Я ведь знаю, что это ты Или ты стыдишься смотреть мне в глаза Я угадал? Смотри на меня Чёртова сучка Я смотрю на тебя, Лям Я смотрю на тебя всё это время И я вижу тебя насквозь Даже через тройной слой вранья И я не думаю, что ты раскаиваешься Сомневаюсь, что ты вообще знаешь значение этого слова Потому что стоит тебе открыть рот От тебя несёт дерьмом Так что лучше заткнись Чёрт Всё в порядке? Он мёртв? Нет, пока жив Тогда в чём проблема? Я забыла главную причину Зачем я это делаю? И эта причина не деньги Это всё меняет Какой толк от этой затеи Если он не узнает, что именно я его отымела? Боже Не обязательно всё это выслушивать Вся эта затея превратилась в дешёвый спектакль Ты знала, что однажды он спас жизнь ребёнку В Испании Кто? Лям Боже Вот это достижение После всех наших рассказов о том Какой он патологический лжец Ты продолжаешь ему верить? Не знаю, просто Мне кажется, он не такой уж плохой человек Каким вы его считаете? При всём уважении, Шелле Ты знакома с ним 15 минут Я знаю, но Тебя когда-нибудь держали Два дня Привязанной кровати Проводили над тобой Взвращённые опыты Делали с твоим телом Всё, что только вздумается Нет От тебя когда-нибудь Тушили сигарету? Боже, Джейн Мне очень жаль Я не нуждаюсь в твоей жалости А что с Алекс? А что с ней? Он и с ней делал то же самое Откуда мне знать? Спроси у неё Так, так Вот так Умницы Идите обратно в дом Отлично А то ещё замёрзнете Да Кип? Что? Кажется, за нами следят Поэтому ты торчишь у окна Уже 10 минут Как маньячка Я никого не вижу Когда я ехала в бар На улице была припаркована машина Когда я вернулась Машина была по-прежнему там И что? А то, что здесь больше нет домов Может быть просто у кого-то сломалась машина Но раньше её тут не было Тебе это не кажется странным? Нет Сиамские близнецы Вот это странно И люди, которые не любят горчицу А это совпадение И всё же Не мешало бы проверить Далеко это? С меня хватит, сестрёнка Где эта тачка? Не знаю Я была на машине И мне показалось это рядом Стой Вон она Где? Охренеть Что? Ты сказала, что видела машину Но ты не говорила, что это чёртов шевель Скорее расскажи, как мне её угнать? Ну пожалуйста, пожалуйста Да, точно Именно тачки из игры GTA нам и не хватало Там кто-нибудь есть? Сейчас нет Хотя выглядит так, будто здесь кто-то живёт Ты только посмотри на этот свинарник Хотя могло быть и хуже Это же шевель Стоп, стоп Смотри-ка Что там? Похоже на камеры Всё ещё думаешь, что это совпадение? Хотела бы я сказать Я же говорила Ну и сейчас неподходящий момент Да уж, неподходящий Нравится? Нравится? Кип, мне больно Прекрати Погоди, погоди Смотри сюда Что там? Чёрт Окно открыто, смотри Дай сюда руку, попробуй Ну скорее, давай, давай Давай, ещё немного Почти получилось Да подожди ты Порядок, порядок Ты молодец, молодец Джекпот Отойди Полегче Ну и вонь Смотри Держишь? Да Кому могло понадобиться столько камер? Их здесь столько Тому, кто сидит в засаде Боже мой Кип Это же мы Эй, мистер Вы должны мне помочь Помогите мне выбраться отсюда Послушайте Помогите мне выбраться Вы не понимаете Меня похитили Какие-то ненормальные И я серьёзно ранен Я ранен И мне нужно в больницу Помогите Помогите мне выбраться отсюда Послушайте Вы должны мне помочь Помогите Члена патруль на позиции Члена патруль на позиции Члена патруль на позиции Помощь уже в пути Помогите мне Эй Лежать Клай Льюис Частный член Детектив Ну и мерзость Неужели непонятно? Всё просто Женщины часто издеваются Над мужчинами Говоря что их член Настолько мал Что им нужна лупа Чтобы его отыскать Так вот Теперь у этого члена Есть лупа И он добывает компромат Неужели тебя нанимают? Почему бы вам не спросить Об этом жену Лиама Ведь это она наняла Меня следить за ним То есть она знает Она стала подозревать Его в неверности Потом я заметил Что вы ведете Собственное расследование И тогда я стал Подозревать вас Сначала я подумал Быть может Она наняла И вас тоже Но это было бы глупо С какой стати Нанимать нас обоих Полегче девочка Там полно дорогой техники Что тебе понадобилось В гараже? Я собирался Развязать его Отпустить на свободу И стать героем Ведь он богач Решил что мне полагается Небольшой приз Эй эй Полегче сладкий Мы ведь едва знакомы У тебя нет при себе пушки? Нет Я пацифист Это тот Кто категорически Против насилия Я знаю Кто такой пацифист Но готов поспорить Ты жалеешь Что не прихватил ствол Не особо Ведь ты меня обыскал А значит Непременно бы нашел И сейчас ствол бы был бы у тебя Признаю Это самый глупый поступок Идти на дело безоружным Как я уже сказал Я пацифист Ты уж определись Невозможно быть одновременно Героем и пацифистом А Ганди? Если ты собирался Его развязать То почему он до сих пор Привязан? Иди сюда Пошел Слушаю Между банками С краской Есть камера Это она? Да Больше нет? Ты хорошо подумал Над тем Синим ведром Еще одна И диктофон Под козырьком Знаете В этих масках Вы выглядите устрашающе Сдаю Если вы меня поймали Взялись по личным Вы не оставили мне выбора А вы неплохую заварушку тут устроили Скажи-ка мне вот что, Клайв Что ты намеревался делать После того, как мы получим деньги? Шантажировать нас? Так? Ну, я тоже хочу есть Ты бы поступил так же Нужно отдать тебе должное Это был хитрый ход Я тоже так думал Если бы все сработало Но, как видишь, не сработало Послушай, больше камер здесь нет Делайте, что хотите Это барахло стоит много денег Можете его продать или оставить себе Я всегда могу купить другое Мешать вам я не стану Не так быстро, Клайв Ты уже нам помешал Тебе в волосы когда-нибудь попадала, жвачка, Клайв? Однажды у меня в волосах застряла жвачка, да Тогда ты должен знать, что она очень липкая Я вытащил свою с помощью арахисового масла Слышал о таком способе? Погоди, жвачка, это я? Так? Неси скотч Дай мне скотч Скотч, скотч, дай мне скотч Прости, Клайв Арахисовое масло закончилось Хреназвай, я вам так просто не дамся Спокойно, черт тебя подери, Клайв Иди сюда Ты же говорил, ты пацифист Я солгал Вот как мы поступим Я соберу девку с собой А ты позвонишь мне, как только получишь бабло с этого парня, ясно? Номер указан визитки Или что? Или ты никогда ее больше не увидишь Можешь быть уверен А что если я отвечу, плевать я хотел, увижу ли я ее снова или нет Я скажу, что ты врешь А еще что у меня есть фотографии того, как вы вломились в дом этого типа И наверняка кое-кого они заинтересуют после всего, что здесь произошло И пари чушь, слышала? Он мне не верит Черкни мне свой адресок, дубина И я вышлю тебе копии по почте Какого хрена? Что ты наделал? Что за хрень? Я не хотел, клянусь Не хотел Я лишь пытался выбить у него пилу Что мне оставалось сделать? Он ведь приставил пилу ей к горлу Черт, да скажите уже хоть что-нибудь Поймите вы Это вышло случайно Вы же все видели Я не собирался его убивать У одной женщины Муж пролежал несколько месяцев в коме Но она все дни напролет проводила у его постели Когда он пришел в себя Он подозвал ее жестом И сказал Родная Она села рядом с ним Знаешь Все эти непростые времена Ты была рядом со мной Когда меня уволили Ты была рядом и поддерживала меня Когда однажды в меня всадили пулю Ты снова была рядом Когда я потерял дом Ты осталась со мной Когда я стал болеть Ты все время была рядом И знаешь что, дорогая? Сказал он Что, мой милый? Ответила она так тихо Думаю, ты приносишь мне неудачу Ответил он И к чему ты это рассказала? Типа, я приношу неудачу? Я приношу неудачу, мать твою? Я хочу сказать, что нам всем здорово не везет И мне пришел на память этот анекдот Что? Ты же просил что-нибудь сказать Вот я и... Видишь? Видишь? Ей смешно Не волнуйтесь Лиам пообещал никому об этом не рассказывать Так что я все уладила Лиам даже не знает, кто такой Клайв Был Был Да Пока он или его жена не включит телевизор Однажды она будет смотреть новости А там пропал частный детектив Тот самый, которого она наняла для слежки своего муженька Ты только что навела меня на мысль Клайв сказал, что жена Лиама Его наняла, так? Итак Предположим, Лиам узнает Что за ним следят Потом обнаруживает фотографии И решает прижать Клайва к стенке Между ними завязывается драка И Лиам убивает Клайва садовым инструментом И Лиам убивает Клайва садовым инструментом Совершенно верно, гений Согласен, план не идеален Это и есть твой план? Повесить убийство на Лиама? Все улики указывают на него И уж точно в его интересах Держать язык за зубами Как быть с трупом? Нужно от него избавиться И от машины тоже Я этим займусь Но кому-то придется поехать со мной Бог мой, сколько желающих Черт с ним Я поеду Нет, только не ты В прошлый раз, когда ты уехала Здесь началась полная жопа А ты явно не в состоянии садиться за руль Шелли, поедешь за мной На моей машине Она уже сделала больше, чем от нее требовалось Ничего подобного Ты Остаешься здесь Шелли, жива в машину Но Никаких но Никаких но, мать твою, ясно? Шелли, шевелись Прости Мы в полной заднице Порядок Тут, неподалеку, есть проселочная дорога До нее примерно 5 миль Ее никто не пользуется Отвезем труп туда Машину тоже бросим где-нибудь поблизости Просто поезжай за мной и не отставай Чем больше расстояние между твоей и моей машиной Тем больше шансов, что между нами окажутся копы Все поняла Да Ну и ладненько ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА